Вся политика Соединенных Штатов, Англосаксов и коллективного Запада идет с позиции силы. Я считаю, что основное, главное, что в этом году сделалось, это первый вопрос, что год мира, что наш белорусский народ прожил этот год мирно. Есть чудо-орозия у российских вооруженных сил. Оно есть, было и будет, это российский солдат и офицер. Наш полонез будет не хуже, чем Хаммерс. Россия воюет не только с Украиной, да, это с вооруженными силами Украины, но практически Россия воюет со всем блоком НАТО. Как минимум столетия, тут пару поколений должно пройти, чтобы забыть все, что сейчас творится на Украине. Игорь Георгиевич, если сравнивать военную, ну и, наверное, военно-политическую так часто выражаются обстановку вокруг нашей страны, вот до СВО и сейчас, каковы главные отличия? Самое главное отличие, что до начала СВО на наших южных границах был мир. То же самое касается Российской Федерации. Вот, но у нас, когда все пытаются начинать от СВО, самое главное начинать, я считаю, на мой взгляд, начать от того, что Российская Федерация предлагала Соединенным Штатам Америки и Западу, чтобы Украина была нейтральной. То есть задача СВО, какие цели, товарищ Путин поставил, это освобождение Донбасса, трудящихся и Луганской области, чтобы они не погибали, и обеспечение своей территории. Но так как Запад отказался, и тут надо отдать должное, впервые, я считаю, что товарищ Путин принял на себя такое ответственное решение. А самое главное, впервые он показал, современно после распада Советского Союза, что Россия уже становится самостоятельным государством, и можно тоже сказать нет, Соединенным Штатам Америки. А так, военно-политическая обстановка, конечно, она обострилась в том плане, что это касается непосредственно НАТО, что под эту марку более 50 стран оболчились против Российской Федерации, то есть и, соответственно, и против нашей Республики Беларусь, так как мы являемся союзным государством с Российской Федерацией. У нас союзное государство. Под эту марку страны НАТО, в первую очередь Америки, они развернули войска близ наших границ, то есть увеличилось количество войск. Польша решила стать первой армией в Европе, и поэтому в два раза до 2030 года хочет увеличить до 300 тысяч свои вооруженные силы, покупает наступательную технику, не оборонительную, хотя пока говорят, что мы Белоруссия агрессор, Россия агрессор, но они покупают наступательную технику. Это как танки, как реактивные арт-хаммерсы, Соединенные Штаты Америки и Южной Кореи. То есть идет пополнечное нагнетание, эскалация вокруг наших границ. И самое главное, с чего надо начать, что вот еще я хотел сказать, что когда последний саммит был документ НАТО, они обозначили четко противника. То есть противник кто? Это Россия, главный противник до 2030 года, соответственно, мы и Беларусь, и наш, вспомнили там тоже своих стратегических документов США и НАТО, Беларусь, и главный остается стратегический противник, это Китай. То есть они явно сказали, раз мы назначены противники, они занимаются усиленной милитаризацией, поднимают, чтобы военный бюджет был не менее 2%, а уже Польша и Прибалтика за 4 зашкаливают проценты, к 4 подбиваются увеличившие военные расходы. И получается, что противник обозначен, а раз противник обозначен, и идет милитаризация и вооруженные силы, как НАТО, так и национальных вооруженных стран, Прибалтику, наши границы. Роль стран Прибалтики, она вот с точки зрения развития военной инфраструктуры, это просто площадка для развертывания, в случае чего, быстрого, какого-то большого количества войск? Ну тут я бы сказал так, страны Балтии, то есть Польша идет, главная скрипка, то есть они увеличивают численность вооруженных сил, покупают новое вооружение, то есть это как готовится, так как мы знаем, что с Украиной сейчас контрнастов проводился, и ясно, что американцы, англосаксы, на Украине потерпели фиаско поражения, то есть это подготавливается в запасной вариант, когда закончится решиться вопрос СВО на Украине. То есть Польша идет как ударные силы, страны Прибалтики, это только подготавливаются театр военных действий для разворачивания сил НАТО, для начала ведения боевых действий против России и, соответственно, Республики Беларусь. Тем более у нас опять Республики Беларусь, как всегда было, как и в Первую мировую, и при Наполеоне, вторая, то есть мы являемся балконом перед Россией, мы единственное на Западе, форпост, который стоит на охране нашего союзного государства, России и Беларуси. Относительно недавно у нас разместилось тактическое язерное оружие. Какие-то еще шаги вы видите, чтобы все-таки охладить, что ли, констерный пыл наших соседей? Ну, дело в том, что Запад, уже вся политика Соединенных Штатов, Англосаксов и коллективного Запада идет с позиции силы. Они навязывают после распада Советского Союза взяли роль диктатора, диктовать свои условия всем остальным странам мира. Но для нас, то есть, а для России, для Беларуси, я бы сказал так, просто по-народному. Против лома нет приема, а кроме от другого лома. То есть в переводе на простой язык, то есть у нас, что мы можем делать, это то же самое, что и занимается руководством нашей страны, наш президент, точно так же и к России, улучшение мощи и боевой мощности наших вооруженных сил. Но мы, в отличие от Запада, как это делают поляки, они идут за счет увеличения количества. То есть у нас, я считаю, очень правильно было давно уже принято решение на наших главах государства, нашим руководствам нашей страны, что мы идем не по пути количества, то есть увеличения вооруженных сил, а по пути улучшения качества наших вооруженных сил, обучения нашего личного состава. А самое главное, вот у нас год, этот год был 23-й год, год мира и созидания, и поэтому я считаю, что основное, главное, что в этом году сделалось, это первый вопрос, что год мира, что наш белорусский народ прожил этот год мирно, мирно. Ну и созидать, это уже второй вопрос, сколько мы сделали, сейчас на это пока останется не хочу. И поэтому решение, и как многие говорят, и все же мне очень нравится, не размещение у нас, тактическое ядерное оружие, а возвращение тактического ядерного оружия на территорию Республики Барусь, это как раз является тем сдерживающим фактором для, в первую очередь, для стран Польши и Балтики, потому что Великобритания и Америка далеко, они поэтому спокойно, а с вами американцы, они даже не среагировали, они за своими двумя океанами живут спокойно, знают, что тактическое радиус, тактическое действие Искандер, это 500 километров, и то же самое наших самолетов, которые могут нести тактическое ядерное оружие. Поэтому это является сдерживающим фактором, и на ближайшее время это повлияет на горячие, так сказать, головы западных ястребов. Роль белорусского военно-промышленного комплекса ВПК «Белорусский» полностью отвечает на ваш взгляд современным вызовом? Так как мы идем за счет увеличения качества, то есть не количества техники вооружения, а за счет качества, то есть это модернизация имеющей военной техники и разработка и принятие на уровне новых образцов военной техники и вооружения. Поэтому, а сейчас, с одной стороны, санкции наложили, это плохо для нашего государства, если смотреть в целом. Но непосредственно конкретно, как у нас русский народ и белорусский народ, нам пока не прижмет, мы тогда начинаем расширяться. А сейчас наоборот, во-первых, в первую очередь, что наш военно-промышленный комплекс, он, конечно, развивается, и, надо сказать, находится на должном уровне. Этому уделяется большое внимание не только наше военное руководство, руководство страны и нашего главнокомандующего президента. То есть он все ставит цели и задачи, и надо обратить внимание, как говорит президент, наш военно-промышленный комплекс развивается с основной задачей создать такие виды оборонительного оружия, оборонительного оружия, чтобы мы могли надежно защитить нашу страну, нашу землю и наш белорусский народ. А в связи с тем, сначала МСВО и так получилось, что Запад применил санкции к России и к нам, к Белоруссии, но то, что сейчас идет взаимодействие в промышленности и также в военно-промышленный комплекс России и Белоруссии, вплотную, то есть взаимозамещение и разработка новых видов техники, при том, тут интеграция, интеграция, но то, что мы делаем белорусам хорошо, это нам Россия доверяет делать хорошо. То, что делает Россия хорошо, то делает вооружение Россия хорошо. И мы уже делимся своими технологиями. То есть не тратим зря время в пустую, как это было раньше, что лебедь, рак и щук. Одно и то же там приезжают. И последний пример – наш белорусский ручной гранатомет. Особенно у нас всегда мы были, это наши Агаты и прочие пилинги, это в системе РЭП, радиотонные и средств связи. Это как был наш, так сказать, конек. Оптика, город Рогачев, тоже мирового уровня и качество. То есть задачи поставлены нашим главнокомандующим мураковцам страны и военный промышленный комплекс их выполняет. Я считаю, достойно. По моему мнению, достойно. Ну вот вы упомянули некоторые виды вооружений. Вот опыт того же СВО показал, что какого-то чуда оружия на сегодняшний момент, его нет. Ну вот такого, какого-то, что может коренным образом переломить ход боевых действий, что, собственно, показывает. Опять же, повторюсь, опыт СВО. Но вместе с тем, вот из того, что делает белорусская ВПК, вот топ-3, на ваш взгляд. Во-первых, я хочу уточнить. Есть чудо-оружие у российских вооруженных сил. Оно есть, было и будет. Это российский солдат и офицер. Это самое главное чудо-оружие, с которым всегда Россия побеждала и будет побеждать. Я не сомневаюсь, что и победит в специальной военной операции. Но солдат солдатом, я с вами согласен, надо, чтобы еще и вооружить. Ну, топ-3. Ну, понятно. Я считаю, все же, сейчас идет разработка улучшения полонеза нашей элективных, залпового огня. То есть, об увеличении мощности и дальности. Потом, не секрет, что... Полонез будет круче Хаймерса? Главное поставить задачу. Я думаю, в перспективе мы добьемся, что наш полонез будет не хуже, чем Хаймерс. К этому мы будем стремиться. Это раз. Потом, я как сказал, у нас очень хорошие разработки средств связи. И сейчас, вы знаете, что ни одна война, современная война, как сказать, не идет без беспилотников. Поэтому задачи поставлены президентом перед нашим ВПК и руководством вооруженных сил. То есть, разработка беспилотников. То есть, реактивная артиллерия. Это потому, чтобы нанести максимальный урон, если вдруг противник решит на нас напасть агрессор раз. Средства связи РЭП. И, конечно, как сейчас самое, как сказать, венцом, это разработка наших беспилотников. Они, тем более, разработки различных модификаций. Многие эксперты говорят о том, что Россия сейчас очень, ну, если на первом этапе противостояния, допустим, территории Украины проигрывала в плане как раз-таки обеспеченности беспилотными летательными аппаратами, то сейчас у нее превосходство, причем серьезное превосходство. То есть, они поняли важность этого вида вооружения и начали очень серьезно развивать. Мы это делаем как-то совместно? Думаю, что да. С вами понимаете, все же военные разработки, они всегда были секретные, поэтому, ну, я не думаю, раз сейчас взята такая роль на интеграцию и взаимозамещение, что это просто невыгодно, чтобы растрачивать средства, тем более, Россия выделяет средства на совместные проекты. Я думаю, что в ВПК, тем более, у нас военное сотрудничество всегда было, даже какие, сам я хотел отметить такой вопрос, что даже когда у нас были какие-то нюансы, в вопросах, там экономических, политических с Российской Федерацией, никогда за всю историю более 20 лет это военно-техническое сотрудничество продолжало, продолжало. Тем более, у нас совместная региональная группировка сил и средств и единая группировка сил и средств ПО. Поэтому у нас единое пространство и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что Белоруссия это та же Россия и будут ее защищать. Поэтому я думаю, что здесь как раз идет планомерное, я просто, оно не афишируется официально в прессе. А задача, я думаю, решает, что у них ВПК и наша одна. А задача должна защитить наше союзное государство, нашу суверенитет и независимость. Линия соприкосновения на территории Украины уже на протяжении достаточно долгого времени, ну, во всяком случае, вот издалека выглядит одинаково. Я прекрасно понимаю, что это не совсем корректно так говорить, потому что там каждый день что-то происходит, там идут боевые действия, там в конце концов в первую очередь погибают люди, то есть говорить, что там ничего не происходит, нельзя. Но для стороннего наблюдателя издалека вот эта вот линия, она, она, в общем-то, не меняется сильно. Я понял ваш вопрос. Сейчас уже видно в последнее время. Чем отличается специальная военная операция от боевых действий, это пример Израиля и Хамаса. Там вы видите, что там все бомбится, вот этот, который товарищ издалека смоет, когда на диване сидели, потери вы смоет, есть. Как ведут боевые действия Израиль, которые несмотря ни на что бомбит все, что можно, все прикрывают с одной, что там террористы. И как ведет специальную военную операцию все это время Российская Федерация. То есть она, с самого начала была постановлена течь, чтобы минимально нанести урон мирному населению. И надо сказать, еще напомнить слова Путина, который сказал, мы еще не начинали. И при том еще Россия, что воюет не только с Украиной, да, это с вооруженными силами Украины, но практически Россия воюет со всем блоком НАТО, даже больше, чем блоком, до 50 стран. Во-первых, начинают, что инструктора НАТО учили, обучали эту Украину до начала специальной военной операции Украинской вооруженной силы с 2014 года и до 2014, даже еще раньше об этом знаю, поставляли военную технику еще до 2014, то есть до 2014 года готовили вооруженные силы Украины к ведению боевых действий. Вы видите, какие они создали укрепрайоны около ДНР, ЛНР. А российские вооруженные силы выполнят поставленную задачу. Вопрос, когда с наименьшими, и это я считаю правильно, с наименьшими человеческими потерями, то есть личного состава. А срок, это вопрос, сейчас вы знаете, все скажет, от того, будет зависеть от того, как будет решаться вопрос дальнейшего продолжения обеспечения украинских вооруженных сил, то есть и самой Украины, первой как военной, так и материальной финансовой поддержкой. То есть, ну, ввиду того, что с материальной поддержкой со стороны Запада, ну, Соединенных Штатов уже начинаются не просто сложности, а большие сложности. Большие. И Европа. То есть, получается, что и нет смысла, в общем-то, сильно напирать, что называется. Я понимаю, примерно так хотите, но когда примерно сроки, когда шутка длится. Я считаю, что ни вы, ни я, никто не хирует. Никто не хирует. Это Господь Бог. Но я считаю, что свою роль сыграет, что будут выборы в Соединенных Штатах Америки в 2024 году и в России в 2024 году. Но самое все равно, специальная военная операция закончится. Это однозначно закончится. И понятно, что мы, как союзное государство Беларуси с Россией, должны знать, что победа будет, что за Российской Федерацией. Я всегда говорю так, специальная военная операция на Украине закончится, когда вооруженные силы Российской Федерации выполнят поставленную им задачу и их президентом, и Владимир Владимировичем Путином. Вот вы упомянули о том, что слова Путина «Россия еще не начинала». Для вас, как для военного, что будет признаком того, что Россия начала? Россия начала, когда товарищ Владимир Владимирович Путин даст приказ начать. Тогда оно задействует все свои силы и средства, которые есть. Во-первых, мы знаем, что сейчас в России официально срывается до 300 тысяч добровольческий корпус, который держится в резерве. Когда решит еще вопрос, какие еще цели и задачи... Мы не знаем, когда он решит. Вот о чем. Но вы для себя, глядя, читая новости, решения главкомов и так далее, политиков, что вы должны прочитать или увидеть в новостях, чтобы для себя решить все? Началось. То, что Россия так уже перемолола всю бывшую советскую технику, которая была не только на Украине, но во всех бывших наших соц. странах, которые входили в Варшавский Дорг, то есть всю бывшую советскую военную технику она перемолола, которая находилась в Европе и в НАТО. Сейчас уже показало, первое, почему вопрос, чтобы правильный вершин, ради чего не начинало. И та же хваленая техника, современная НАТО, Россия показала, что она как уничтожалась, так и уничтожается. И даже уже в ВПК Соединенных Штатов Америки, у них появились большие проблемы за рекламированными танками, хаммерсами и прочим. То есть практически мы знаем, что как только закончится материальная накачка Украины со стороны не только Соединенных Штатов Америки, я хотел сказать и Европы, потому что марионетничное руководство Европы уже тоже не может закрывать рот своему народу. То есть когда народ скажет, что нет войны, а народ уже, знаете, в Венгрии, Словакии начинает уже, и во Франции, и в том же, даже Германии уже не хотят выделять свои деньги, они хотят, они же привели бюргеры, жить нормально, тихо и спокойно. И когда, то есть я думаю, по весне что-то должно приняться решение со стороны Российской Федерации. То, что Россия не будет проводить общую муниверсацию, это понятно, однозначно. У нее хватает сейчас сил и средств для начала проведение контрнаступления. То есть то, что контрнаступ уже провалился, это однозначно. Ресурсов уже нету как таковых, не только материально, личного состава не хватает материалов, но и боевой техники, и ГСМ. Поэтому, когда главнокомандующий примет решение, тут я считаю так, как только главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации, товарищ Путин, примет решение, тогда и начнется контрнаступление. Тем более силы и средства для этого у них все есть. Как думаете, почему на этой войне, ну, для кого-то это война, для кого-то СВО... Боевые действия идут на стоящее. Хорошо. Почему в этих боевых действиях так много пиара? Вот мы уже упомянули про Абрамсы, сколько о них писали, сколько про них рассказывали, но они ведь до ЛБС так и не доехали. По факту-то. Леопарды доехали, показали, как бодро они горят, и, собственно, про них тоже резко замолчали. Сколько вот сейчас говорят про Ф-16. Но у меня лично большие сомнения, что они вообще там появятся. На территории Украины. Возможно, НАТ пролетят. Но на самой территории там базирование вряд ли будет, потому как очень удобная мишень. Самолеты Ф-16 не сыграют уже никакой роди для вооруженных сил Украины ВСУ, чтобы получить добиться каких-то определенных целей. То, что они не будут на территории Украины, это я тоже с вами полностью согласен, потому что, если как только они опустятся на территории Украины, они сразу станут целью российских вооруженных сил. Первой целью, которая сразу есть. Тем более, и так, хотя военно-промышленный комплекс как Соединенные Штаты в Америке и как Европа получают свои бешеные барыши за счет того, что они так выполнили свою задачу. Старая техника уже вся перемолота российскими вооруженными силами. И сейчас НАТО надо покупать новую технику. А где она будет покупать? У Соединенных Штатов Америки. То есть, ВПК опять свои снаряды все расстреляло и снаряды те же боеприпасы и прочие. Все будут покупать что у Америки. То есть, ВПК опять будут свои сверхприбыли. Ну, а на полях сражения на Украине она показала, что она не так хороша, как ее рекламируют, продают. Что она и в Ираке, когда ее тоже били, те же танки и есть. Поэтому им же надо и держать лицо. Вот. Поэтому и ведется так они сейчас своей новой военной техникой очень осторожны по поставкам ее на Украину. Чтобы не потерять свое лицо именно ВПК по качеству и техникой. То есть, она хорошо уничтожается российскими вооруженными силами. Но ведь сколько их уже было таких? Сначала там какие-то артиллерийские системы. М3-семерки, Цезарь французские, ну или Сезар, как у них есть на французский манер. Потом Хаймарсы, Атаканцы, потом танки эти. И все это сопровождалось каким-то просто ну прям таким шумом информационным, что вот, вот оно, вот оно сейчас приедет и все случится. Приезжало и ничего не случалось. Потому что Западу надо как-то было поддерживать украинский народ морально. То есть, это в первую очередь делается для украинского народа, что вы воюете. Да поскольку руководство Украины, которое, это, конечно, оболвание, это более 30 лет, как за 30 лет можно было украинский народ. Тем более, для меня этот вопрос тоже очень тяжелый. У меня много друзей на Украине и военных. Я даже в свое время был на выпуске Академии Генерального штаба. А это чисто идет идеологическая обработка украинского народа. Она уже тогда шла, все эти годы шла. Это, что вы воюете, а мы вам поможем. Вот завтра, завтра, завтра. То есть, дается надежда, как говорится, надежда умирает последней. Вот так Запад проводит с украинским народом вот такую политику. И, в первую очередь, руководство. Ну, руководство там, свои цели Украины. А вот, когда народ еще тоже надоест воевать, жертвы с обоих сторон, особенно украинского, а это же семьи, это дети, то есть, это погибшие, раненые одно, но у них у всех семьи. А это, надо, сколько времени, чтобы это все в голове уложилось. Это опять, как минимум, столетие. То есть, пару поколений должно пройти, чтобы забыть все, что сейчас творится на Украине. Рекомендации или указания, как к этому правильнее относиться, Соединенных Штатов, забирать на фронт уже с 17 и аж до 70. Это что? Это уже агония? ну, Гитлер когда-то формировал Гитлерюгенд и знаменитые, да? Когда Берлин уже перед Берлином. Во-первых, в первую очередь, что берут необученных людей, то есть, они неподготовленные берут. Но дело в том, что тут опять все упирается, как я все говорю, есть разница народ и есть руководство. То, что оно про нацистское, бандеровское во главе с товарищем Зеленским, понятно, что им только они прекрасно понимают, что народ с них когда-то спросит. Поэтому у них одна задача, чем больше длится военная операция, идут боевые действия на Украине, тем больше они проживут, тем больше они, извиняюсь, награбят, решают свои финансы и все вопросы. Им на народ уже давно начкать. Переговоры были в Белоруссии, перерывы были в Турции, но по одной команде англосаксов с Англии Джонсон приехал, сказал, нет, они прекращаются. То есть там они выживают, это идет выживание руководства Украины, марионеточное, которое поставлено в США. Для США самая задача, пока на Украине идет, они все равно, даже, хоть из-за на две говорят и прочее, для них все равно как и остается самая задача ослабить Российскую Федерацию. Ну, соответственно, и в Белоруссии заменить наш конституционный строй. Поэтому это будет, пока есть возможность и пока нет. И решение тут будет, когда начнется, то есть когда Владимир Владимирович будет сказать, начнет, то есть когда помощь все равно закончится. И первое, когда народы тоже, сейчас зиму надо пережить в Европе, вот, а когда благостание Европы ухудшается, я имею в виду, народа, народа, не тех товарищей, которые у власти находятся, а народа, вот, они тоже когда-то скажут свое я, сколько терпения у них кончится. Беларусь все это время выступала с мирными инициативами. Как вы считаете, глава государства как-то говорил, что рано или поздно все равно Украина, она там никому не нужна. Все равно мы будем заниматься восстановлением Украины, потому как больше некому. Украина входит в восточные славяне. Не зря говорится Киевская Русь, Россия Русь и Белая Русь. Да, восстанавливаться будем мы. В любом случае Украина это время, время надо, время. То есть мы братья, мы были, есть и братья, у нас одинаковые менталитеты и прочее. Как бы они не тешились, я понимаю, что там сыграли больше, так сказать, материальное благо украинской молодежи, что у которых хотелось жить как-то в Западе. Все равно они остались славяне, то есть там западное. И те, кто хотел жить как на Западе, они сразу на Запад уехали? они все давно уже уехали, кто хотел. А тут они видят только обложку фантик, конфетки, а когда раскрутишь, там конфетка не такая сладкая, как кажется, там надо работать, работать, еще раз, тоже работать. Вот, и поэтому президент, я полностью с президентом согласен, что мы не только будем восстанавливать, у нас будут опять братские народы. В установлении мира на Украине, который, ну, рано или поздно все равно это произойдет. Да, мы не знаем. Мир будет всегда. Даже столетние войны кончались мирными переговорами с миром. Пусть, мы не знаем, когда это все закончится, но все равно закончится. Беларусь сыграет еще свою роль? Если мир будет установлен, это вооруженные силы на поле боя, а как раз и Беларусь будет тот брат, который как раз должен помирить народы. почему это самое главное будет роль на белорусске именно с моральной точки зрения. То есть мы вот это, да, мы поддержали Россию, это понятно, но мы всегда говорили, что украинский народ для нас братский. То есть я считаю, что Беларусь здесь должна сыграть одну из важнейших именно в морально-этической стороне. То есть помирить эти два народа. Вся проблема заключается будет, что и с украинской стороны есть погибшие, инвалиды, калеки, и с российской стороны. И даже вот такой чисто исторический наш пример гражданская война. Белые, красные, красные, белые, еще разбуденные, тухачевские, там фрунзы, это красные они герои, а у белых это Колчак, Деникин, там Шкурой и все остальное. И когда я кончал в Московской ВОК училище, пришел в родное училище и видел большой плакат героя гражданской войны. У меня, честно говоря, и рот и открылся. А там на одном плакате и Духатежский, и Колчак, и Шкурой, и Чапаев, прочее. Но это практически прошло сто лет. Чтобы народ России понял, что это, говорит, было ненормальное явление, когда брат на брата шел. А тут практически то же самое. Россия и Украина это же брат на брата. И как раз вопрос, каково созидание, то есть восстановление Украины, и как раз тут и будет исполченность и опять проявление нашей братской дружбы. Но в военном отношении в общем-то там все предрешено. В военном однозначно тут и так. Реально оно было предрешено с началом специальной военной операции. Также мы уже говорили ВПК практически сейчас ВПК не зря говорят эксперты многие. Понятно, что ВПК Российской Федерации развинули мощности такие, что даже как в Великую Отечественную войну. Ну что ж, пожелаем друг другу, чтобы это действительно как можно скорее закончилось, потому как коль мы уже поняли, что в военном отношении там в общем-то вариантов немного. Переговоры будут вестись между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией. К сожалению, но это к сожалению для украинского народа. Они будут за бортом этих переговоров. То есть судьбу Украины будет решать увы, не сама Украина. То есть её поиспользуют, всё, что можно максимально выжмут с Украины. Сейчас ещё задача, им же надо отбить свои деньги, материальные ресурсы, которые они потратили на это. Запад считает, они же привыкли капель считать, они положили деньги, поэтому у них идёт распродажа и имущества, и земли, и всё, что только можно. То есть они должны отбить свои последние. И задача как можно дольше пожелаем друг другу мира. Мира и добра. Спасибо большое, Игорь Брегович. Игорь Брегович.